Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот есть такое понятие биологическое, сейчас уже компьютерное, вирус. Причем дальше вот компьютерные вирусы чаще упоминаются, как-то они говорят там, борются с ними, антихакеры всякие существуют. Про биологические вирусы мы как-то стали забывать, хотя они тоже существуют, вирус гриппа, то лошадиный грипп у нас, то свиной грипп, животные еще не кончились, а гриппы кончились. Те, кому надо, заработали миллиарды на новых вакцинах, потом оказалось, что все это туфта, все эти свинячие и прочие гриппы. Компьютерные вирусы, это более популярно, но есть еще один вид вирусов, которых мы меньше задумаем, когнитивные вирусы. Когнитивные, то есть действует на наше сознание, они могут идти из рекламы, из телевизионного экрана, в каких-то политических выступлениях и прочих. Один из главных признаков когнитивного вируса, когда вы читаете фразу или слышите, и вот там такой заход. Как известно, скажем, государство неэффективный собственник или какая-то форма управления, а откуда это известно? Когда слышите, как известно, у вас уже не надо думать, это известно, аксиома, истина, ничего подобного. Спросите себя или говорящего, а откуда это известно? Другой вид вируса. Известный экономист Тритатуре, а кому он известен? Своей кафедре, своей супруге? В чем его заслуги, что он такого доказал, что стоит его мнение выслушивать? Вот это тоже. Сейчас появился известный блогер. Сидит человек, кропает там что-то в интернете, кто-то его читает, 20 читателей его знают, он сразу же известный блогер. И вот подобные вещи. Сразу вопрос, как любит интернет, дайте ссылку, пожалуйста. Ссылка дается на туфту, которой в интернете полно. Вот здесь надо быть осторожным в этом смысле. Они очень легко проникают в сознание, легко воспринимаются, и вот здесь человек уже отгонит. Так и должно быть? Так устроен мир? Нет. Это кто-то соврал, это кто-то глупость сказал. Это надо разобраться. А кто это сказал? Как его фамилия? Чем он знаменит, что я должен прислушать свое мнение? Это вот борьба с когнитивными вирусами. Их полно, их килобайты летят в наше сознание и подсознание со всех точек информационного воздействия. В свое время в Новосибирске работал, ну не покойный уже, правда, директор неискусственного интеллекта Александр Нариньяни. Вот он совершенно серьезно в своих статьях, трудах обозначал такую мысль, что формируется эволюция, человек еще не закончил, формируется новый тип человека, ЕГОМО. Как емайл, электронная почта, это электронный человек, ЕГОМО. Говорит, где-то так через 30, да, это будет основная масса человечества. А эмбрионы ЕГОМ, они ходят по нашим улицам. Ну это люди, молодые, в основном люди, с проводами в ушах, с лицом уткнутым в экран своего айфона и не ощущающий мир вокруг себя. Это тоже неправильно. Они каким-то чудом умудряются не упасть в лужу там, не наткнутся на столб, какие-то новые рецепторы выросли. Вот, ну это такое поколение, их дети уже будут рождаться вообще в информационно-электронном коконе. Ну и много интересных мыслей, да, что вот такая вот электронная цивилизация может действительно устранить коррупцию в нынешнем виде. Все там все равно что-нибудь придумают. Вот, то есть вот ЕГОМО ходит среди нас. Я вот даже давно приехал из Москвы, на Северном вокзале уже такой плакат, ну при безопасности железной дороги, уже там новая информация появилась, да. Призывают, товарищи, переходя пути, снимите капюшон и выньте наушники из ушей. Потому что уже были такие трагедии, когда человек в капюшоне, в наушниках, он просто не замечал, не слышал электричку, и попадал под колеса. Так что вот, дожить еще надо на новой электронной цивилизации. Продолжая разговор о ценностях Таллиннской школы менеджеров, надо уменьшить еще одну ценность, которая звучит так. Управляй из любой точки. То есть не обязательно быть на вершине пирамиды, что управлять какими-то процессами. Вот как иглоукалывание, да. Вот человек может болеть какой-то орган там, печень, телезенка, все что может там болеть. Вот сколько ни приказывай, больной печень, работай нормально, да, не слушается. А тут доктор берет золотую иголочку, втыкает в ушную раковину в нужных точках активных, и что-то там заработало. Может не сразу устраняться, да, но эффект лечебный появляется. Вот так же управление, да. Вот такой миф, да, вот что дали команду, и вот понеслось, там все сразу все выполнили. Ну даже президент Российской Федерации, Владимир Владимирович как-то сказал, да, что, по-моему, 15% моих распоряжений исполняется чиновниками. Остальные просто игнорируются, саботируются. Да и Николай Первич, по-моему, говорил, да, не я управлю Россией, на 35 тысяч столоначальников. Вот эти точки, если их найти, ну, болевую точку или главную управленческую точку, и туда подкнуть иголочку управленческую, окажется, вот тут-то все и заработало. И вот здесь это некое искусство управления, действительно, которому нельзя научиться по учебнику экономикс, там, или по перепевам каких-нибудь западных менеджеров. Это вот так уж на практике постигается. Ну, конечно, опираясь на науку, все-таки определенные выводы тоже сделаны, управляясь в любой точке. И Сикава Кауру, есть такой профессор Токийского университета, он как-то сказал, говорит, руководитель, который умеет управлять своими подчиненными, он еще не совсем руководитель. Настоящий руководитель тот, кто умеет управлять своими начальниками. Ну, действительно, бывает, ну, скажем, вот вы подготовили проект приказа начальнику на подпись, да, вы там можете несколько ошибок фактических сделать, он же любит поработать с текстом, он исправит, хотя сейчас начальники тоже уже очень многие не очень грамотные. Вот, вставить какой-нибудь абзац или параграф, ну, абсолютно абсурдный, он вычеркнет, зачем это, это не ерунда, нельзя это, да, и вставить уже тайно такой параграф, который вам выгоден. Ну, он же поработал с текстом, он же исправил, он вычеркнул абсурдный абзац, ну, остальное, ладно, нормально, перепечатайте, я подпишу. Вот так управляют своими начальниками. Вот два процесса, которые вот в нашей психике присутствуют, называются ощущение и восприятие. Ощущение — это простейший процесс передачи вот информации, ну, там зрения, да, внешнего мира мозг, вот сетчатки на затылочную кору мозга, вот это называется ощущение. То есть, вот как бы изображение какого-то объекта внешнего мира, 0,2 секунды проходит по зрительному нерву, и его отпечаток формируется на зрительной коре. Вот это ощущение. И как обычно говорят, у меня такое ощущение, что автобуса уже не будет. Почему? Ну, два часа ночи дорогу замедло. Это умозаключение. Ощущение — это такой процесс передачи из внешнего мира на кору мозга. А потом тот отпечаток должен сравниться. Из памяти берутся образы, накладываются на него и сравнивается. Дается какая-то оценка, название, обозначение, вот, и тогда вот и нашло восприятие. И вот когда не просто объект, а вот человек-человеком видит, да, вы входите в кабинет к чиновнику, начальнику, или к вам, вы начальник, к вам ходит человек, ну, просто какая-то там встреча, первый раз каких-то партнеров деловых, там, так далее. Вот, ну, то есть, вот, как бы человек ни торопился, он не смеет ничего ни сказать, ни нарисовать, ни сделать, вы его уже сфотографировали, и он вас тоже, и там начинается сравнение с памятью образы. И вот такие образы называются теоретипы восприятия. Человек на человека смотрит, из памяти, лесу. Но они навязаны эти образы чем-то? Ну, кино, опять же, театр, телевидение, литература, как бы вот такие. Вот стереотипы какие? Значит, первый из них – это когда черты внешности сравнивают с чертой характера. Есть такой стереотип, что вот высокий лоб – человек, значит, он умный. Или там те тонкие губы, значит, какой-то мстительный, злобный и так далее. То есть, это то, что почти никогда не совпадает с реальностью, и невысокий лоб, может быть, у очень интеллектуального человека, и высокие пустышки – все это стереотип просто. Вот, ну, он навязан, к сожалению, существует, да. Или вот, ну, вот у сигарет Мальбора такой рекламный образ – ковбой. Ну, поехали в Тикас, взяли ковбоев, дали сигареты в зубы. Ну, это же американский колхозник, они не фактурные, плохо выглядят. А тут такие парни, значит, подбирались с ямочкой на подбородке, слегка небритые, с холодной серой глаза. Вот Мальбора – это были первые сигареты с фильтром, их курящий мир воспринял, как девчачки какие-то. И показывает, ну, смотри, какие крутые ковбои курят Мальбора, а ты что? Ты давай. Вот такая внешность, как бы, связывалась с крутостью такой чертой характера. Ну, стали курильщики курить эти сигареты. Второй стереотип, когда от внешней привлекательности. Человек внешне привлекательный, приятный, ну, значит, наверное, он там и добрый, и умный, и так далее. Тоже такой стереотип существует, хотя тоже не всегда совпадает с реальностью. Не знаю, только у нас или во всем мире. Вот этого пункта 2 есть, вот пункт А. Ну, касается девушек, малых женщин, ну, примерно так. Раз красивая, значит, дура или блондинка. Тоже стереотип. Вот, если в кино снимать, да, отличница не может же быть с длинными ногами, блондинкой, там, и с пушным бюстом. Отличница будет какая-нибудь страшненькая, очкастенькая и так далее. Тоже стереотип. Третье, когда приписывают черты человека внешне похожего. Ну, похож на кого-то человек, актера, может быть, да, там и так далее. Можете представить, вот человек решил там сделать политическую карьеру, избраться там в Воздуму, в госсобрание куда-нибудь, да, и деньги у него для этого есть, и поддержка, и все. Вот одно только но. Очень похож, как на Юрия Никулина. Это великий артист, великий клоун. И вот тут политическая карьера будет сравниваться даже не с самим, у него же и серьезные роли были, трагические даже в кино, как монах Патрикей в Андрее Рублеве. Но в память остался, вот как из этой троицы, трус, балбес, бывалый, церковой клоун. И на этого человека, который пошел в политику, это будет распространяться, и у него может не получиться что-нибудь на выборах просто из-за этого, что будут связываться с каким-то знакомым образом. Вот. Ну, четвертое, когда приписывают черты социального типа, который человек так отнесен мысленно, да. Ну, вот раз в галстуке, значит, наверное, это, может, профессор какой-то, начальник, может, наоборот, в спортивных штанах ходит, с рюкзаком почему-то с оранжевым и так далее. Вот тут социальный тип, как бы, так условно вычитается. И вот человек, кстати, я даже на эксперимент такой ставил, вот, у нас на повороте там светомор со стрелкой, и, ну, некоторые эти паузы, да, пока вот машина поворачивает, для них еще и красный, ну, если на секунд можно перебежать дорогу. Вот, и вот я специально так делал, ну, я с портфелем в галстуке, да, и вот я нарушал, значит, перебегал на красный свет, и почти все, кто осталось со мной рядом, все бежали за мной. А в другом случае я стоял и терпеливо ждал зеленого сигнала, и все тоже стояли, потому что я выглядел, как социальный тип, которого надо слушаться, я в галстуке. Так что вот это вот тоже вещь интересная. Ну, все, наверное, знают мультфильмы, да, вот есть такая извечная тема, ну, мыши и коты, да, вот кот Леопольд, эти мышата, и Том и Джерри. Ну, смотрите, в чем разница. Вот в теории конфликта есть такое понятие ранг оппонента. Два оппонента в конфликте должны быть, да, это может быть группы, люди, вот, тот, когда человек выступает от себя в каком-то конфликте, это первый ранг. Второй ранг, это ставит интерес какой-то группы социальной, которую он представляет, своей семьи, там, свои фирмы, там, ну, и так далее, да. А третий ранг, ну, еще выше, да, когда он какой-то сообщество групп, ну, вплоть, там, может, пятый, двадцатый, восемнадцатый, вплоть до всего человечества. Ну, человек всегда невольно хочет повысить свой ранг. Обычно люди говорят, я же не за себя, я за дело, я болею, да, или дело же не в деньгах, а в принципе. Когда говорят, дело не в деньгах, а в принципе, дело, значит, в деньгах, и в основном в них все и состоит. Вот. Такое, значит, стремление укрупнить свой ранг, вот, посмотрите, в этих конфликтах, да. Вот Том и Джерри. Том — кот, который, ну, как минимум, второй ранг у него, да, он же член семьи, его дома держат, он ловил мышей, а этого мышонка, паразита, никто ничего не приглашал. Он бегает в квартире, там, ворует продукты, гадит всячески, и в сюжете мультфильма получается кот, который выполняет свои обязанности, пытается его поймать, остается в дураках. Мышонок первого ранга оппонента побеждает второй ранг, это абсурд, это так нельзя, это американский мультфильм. А Том и Джерри, видите, кот Леопольд, там же все совсем наоборот. Кот, он, третий ранг у него, он представляет всех порядочных котов человечества, можно сказать, да, и эти два гопника, которые всегда ему гадят, они объединяются вдвоем, чтобы повысить, один у них первый ранг, а вдвоем у них некая социальная группа, но у него третий ранг, и он, в общем-то, побеждает в конфликте, да, но что он опять говорит, ребята, давайте жить дружно, последний шанс паразита вам даю, не буду я вас съесть там, терзать, нет, впроком не идет, в следующей серии они опять начинают что-то объединяться, гадят ему, прости нас, Леопольдушка, а Леопольд тут поступает правильно, давайте брать его в пример. До свидания.